МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Сегодня в России день памяти воинов-интернационалистов. Праздник для нашего населения, праздник мужества, праздник стойкости наших солдат. В Видном запущен новый автобусный маршрут. На предыдущий маршрут поступали многочисленные обращения и жалобы жителей. Юные воспитанники Центра «Дельфин» завоевали призовые места на областных соревнованиях по плаванию. Отдельная благодарность тренеру. Без него я бы ничего не добился. На Аллее Славы почтили бойцов, погибших при исполнении воинского долга за пределами Родины. В день памяти воинов-интернационалистов, представителей администрации округа, депутаты, участники общественных организаций, школьники и жители муниципалитета возложили цветы к вечному огню. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, вода, только он не вернулся из боя. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Это была одна из самых затяжных и трагических войн 20 века. Участник тех боевых действий, кавалер двух орденов, красной звезды Валерий Бодряшов рассказывает, что подвиг солдат достойный пример мужества для подрастающего поколения. Это ведь праздник для нашего населения, праздник мужества, праздник стойкости наших солдат, бойцов. А этот праздник, он должен воспитывать патриотизм в нашем народе, нашей молодежи особенно. Вот для меня праздник, мы, естественно, однополчане, встречаемся постоянно. К сожалению, некоторых уже нет у нас в живых, память им великое. И ведь теперешние наши войны, они не только защищают интересы нашего государства, но борются за мир. Перед собравшимися выступили глава Ленинского городского округа Станислав Катаров и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Сегодня наши ребята выполняют долг. Я уверен, что все, что от них зависит, они сделают в самом лучшем виде. А мы, конечно же, будем их поддерживать, как и всегда. Россия поддерживала своих бойцов и все делали для того, чтобы победа была за нами. Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти всем тем, кого сегодня с нами нет, кто ценой жизни защищал интересы нашего государства. И вместе с тем говорим слова признательности, благодарности и уважения всем тем, кто прошел горнила войны и вернулся живым к своим семьям. А наша задача – это помнить, чтить память и учить этому наших детей, подрастающее поколение. Председатель местного отделения общественной организации ветеранов боевое братство отметил, что ветераны локальных войн дают советы участникам боевых действий в зоне СВО. Желаем вам всегда здравия, всего самого хорошего. И мы всегда рядом с вами. Мы плечо к плечу все ребята, которые выполняют боевые задачи за пределами нашей Родины. И на сегодняшний момент на новых территориях мы в одном строю. Воины-интернационалисты верные присяги честно выполнили поставленные перед ними задачи. Сражались отважно, помогали братским народам бороться за свое будущее и защищали безопасность южных границ нашей страны. В Видном запущен новый автобусный маршрут номер 31К. Цельного ведения улучшить качество и скорость пассажирских перевозок между микрорайоном Зеленой аллеей, станцией Расторгуева и ЖК «Завидное». Стоит отметить, что только что запущенный маршрут под номером 31К полностью дублирует существующий 33К, но перевозки отданы другой транспортной компании. По поручению главы Ленинского городского округа, которого Станислава Анатольевича, мы запустили сюда дополнительный новый маршрут. Он называется 31К. На предыдущий маршрут поступали многочисленные обращения и жалобы жителей о том, что он работает нерегулярно, выходит малое количество транспортных средств. Поэтому главой было принято решение совместно с министерством, чтобы запустить новый маршрут. На маршруте 31К работают пять автобусов среднего класса, один в резерве. Соблюдение расписания движения напрямую контролируется управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации округа. Изменилась оплата. Водители пока что не берут оплату наличными, и это хорошо. Будем надеяться, это никак не изменится. Сегодня сложная транспортная доступность в плане большого количества снега. Ну, вроде пока успевают. В будущем работа над развитием инфраструктуры транспортных перевозок в Ленинском городском округе будет продолжена. Один из ближайших таких анонсов – это новый маршрут, который планируем Дрожжино, Боброво, станция Расторгуева и улица Заводская. Потому что жители отдаленных микрорайонов, отдаленных ЖК часто пользуются социальной инфраструктурой, которая расположена в городе Видно. Планируется, что этот маршрут начнет работать уже в марте. Приближается весна, уже скоро начнется потепление, а вместе с тем возникнет опасность для выходящих на лед людей. Первые, кто испытают на прочность поверхность водоема – дети и любители рыбалки. Перед тем, как выходить на водный объект, необходимо удостовериться в прочности льда. Наиболее опасной считается середина, а также участки вблизи сливных труб и под мостами. Запрещается идти по льду в темное время суток и при плохой видимости. Если он трещит под ногами, значит двигаться ни в коем случае нельзя. Также стоит знать, что делать, если все же провалился под лед. Аккуратными движениями грудью налегать на кромку льда, потихонечку подбираясь к нему как можно выше. И потом закидывать одну ногу, потом вторую. Потихонечку перекатами откатиться от полыни. Только не резкими движениями. И ползком-ползком по началу от места провала в сторону того маршрута, по которому вы пришли возвращаться к берегу. Безопасным для человека считается лед толщиной не меньше 10 сантиметров. Если температура воздуха больше трех дней держится выше нуля градусов, то толщина льда уменьшается. Соответственно, его прочность снижается. Я на самом деле сама очень сильно боюсь всяких таких погодных бедствий. Даже по обычной дороге я часто падаю, поэтому на лед я очень сильно боюсь выходить. Тем более, тут у нас есть такая горка, в которой кто-то катается. Тоже вообще очень страшно. Если вы стали свидетелем, как человек провалился под лед, немедленно вызовите спасателей по номеру 112 или 101. Постарайтесь оказать потерпевшему помощь. В городе Раменское прошли соревнования Московской области по плаванию. Юные спортсмены из Видного завоевали призовые места на коротких и длинных дистанциях. Как в бассейне «Дельфин» тренирует будущих чемпионов, узнала Инга Инчук. Директор оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе всегда ставила целью сделать кузницу кадров для будущих спортсменов-чемпионов. Ее идею поддержал Геннадий Шишин, который за 19 лет взрастил не одно поколение пловцов. Вот он тренер, спортивный тренер. К нему, если вы придете в 6.15, 30-40 человек в воде. Беспрекословно все выполняют, он очень строгий. И в то же время он как папа родной им. Сам Геннадий признается, с директором у них была общая мечта, которой они стали идти вместе и шаг за шагом вести пловцов от первого разряда до мастеров спорта. Гульнара Романадзе, директор центра «Дельфин», целеустремленный человек. У нас три участника Олимпийских игр, пять медалей олимпийских, две из них золотых. И кроме этих ребят еще есть у нас и международного класса, и мастера спорта. Анна Калашник занимается спортом 12 лет и весь путь до получения КМС по плаванию прошла в «Дельфине». На соревнованиях в Раменском Анна завоевала две золотые медали и одну бронзовую. Спортсменка отмечает весь секрет в персональных тренировках. Наш тренер индивидуально подходит к каждому своему спортсмену. И, конечно, когда мы определились с дистанциями на заявку, мы понимали, что нужно готовить, что нужно плавать, на что нужно обращать внимание. У нас в команде все друзья, очень теплые семейные отношения. То есть я могу смело заявить, что люди, с которыми я плаваю, это моя вторая семья. У всех одна цель – это двигаться вперед все вместе, побеждать, выходить на новый уровень, завоевывать новые награды. Девятилетний Константин Конев – самый младший из команды призеров. В «Дельфине» он занимается меньше года, но это не помешало ему взять золотую медаль на соревнованиях в Раменском. Я начал заниматься с трех месяцев плаванием. Я начал. А потом уже спортивным плаванием я начал уже плавать с четырех лет. Сейчас у меня третий взрослый, и я хочу кандидатом мастером спорта, мастером спорта международного класса и чемпионом России. Не все медалисты начали ходить в бассейн ради спорта. Амир Шафиков занимался плаванием для укрепления мышц, но с каждым походом в «Дельфин» все больше хотел заниматься на профессиональном уровне. Сейчас у Амира третий разряд и бронза на областных соревнованиях. Отдельная благодарность тренеру. Без него я бы ничего не добился. Я увидел, что это по-настоящему спорт, а не то, что я ради здоровья занимаюсь. Несомненно, важная часть успеха – это талант. Все остальное – это дисциплина и люди, которые не просто тренируют, а зажигают новые звезды. Инга Инчук, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова